приветствую контакты instagram собираемся потихонечку контакты instagram приветствую все кто в контакте у нас есть уникальная с вами возможность я вашего вопроса все могу даже прочитать после эфира а вопросы в instagram они исчезают поэтому приходится сюда уделять внимание вот как я делала отдельные ответы в контактах так и будет эфир где будет именно ваши вопросы приветствую приветствую всех народ собираемся всем здрасте тоша дракоша мои золотые мне очень приятно что вам понравился эфир вчерашний эфир а троицы одни россии конечно же для тех кто занимается кто обучается там есть подсказки очень серьезная вот поэтому смотрите сейчас эфир через некогда после этого эфира я удаляю даже с youtube он останется только в закрытой группе привет из беларуси спасибо но вчера я была не накрашена сегодня и накрасилась вот привет здравия всем тоже желаю и вконтакте вот мы бы как тоже перейдем же вопросы хорошо не вопрос но просто это будет фокус в один экран и поэтому так будет легче добрый вечер всем внука обещали показать ой даже не спрашивайте мы сейчас перейдем на тему внука вообще полностью хорошенький хорошенький такой бугаючек маленький покажем привет из махачкалы всем 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 любви это я точно знаю это очень не помешает ну кстати у нас сегодня будет как раз разговор и о любви тоже потому что полуполная луна всегда дает свои коррективы и так каллога привет благодарствую смотрите полнолуние не опять же я каждый раз буду это напоминать чтобы не свалился подождите вот и говорит что полнолуние это не диагноз какой-то не вирус как как с которым мы сталкиваемся иногда полнолуние события которые происходят каждый месяц каждый месяц луна у нас в определенном знаке чаще всего в противоположном не чаще всегда в противоположном от знаков которые мы живем например если мы сейчас близнецах солнышко у нас будет поблизнецам идет и мы говорим не о созвезьях она знаках зодиака вот то полная луна у нас попадает на противоположный знак это стрелец так происходит всегда вот но зато новолуние совпадает с тем знакомым в котором нас солнышко то есть все нормально все хорошо поэтому и еще то что касается супер луния который вы очень часто видите сейчас в интернет забивать полнолуния супер луния супер лунием называется то то состояние когда луна полная луна находится достаточно близко на расстоянии там земли землей и и очень хорошо видно самая крутая по это супер луна супер луния было фильме брюс всемогущий помните вот так аркан закинул еще подтягивалась он дел искусственное супер луния но в результате вы помните что там получился кстати очень поучительный фильм посмотрите его пожалуйста и там вопрос не в том что он поработал богом а там вопрос в правильности загадывания желания или намерения и очень очень серьезный интересный такой фильм с большой глобальной шуткой юмора особенно мне больше всего нравится самое начало где да господи боженька ну дай ты мне знак дай ты мне знак ему со всех сторон знаки дают он как слепец нихрена не видит как ему в жизни ну так мы и люди человеки поэтому такое бывает поэтому супер луния это когда это видно невооруженным глазом бывает она такая кажется большой огромный вот второй момент то что касается луны пол полной луны она всегда имеет название и мы уже с вами знаем о том что название формировались в прошлые года прошлые века у наших древних когда они определяли это либо природными условиями какими-то событиями либо поведенническими характеристиками либо там тем же самым урожаем пошел осетр и осетровая пошел там как говорится зайцы начали вылазить зайчи луна вот сейчас у нас кубничная земляничная потому что к этому периоду она как раз поспевала можно было назвать луна виктория виктория же земляника кубника кубника вот но помимо всего прочего у нее есть еще и другие названия ее еще называют луной роз розы скорее всего это вот чайные розы которые знаете раньше во всех дворах росли такие красивенькие пахли надеюсь сейчас где-то на югах также пахнет и также много чайной розы вот по-прочему помимо еще лошадиной называли потому что именно в этот момент выгоняли табуны не для того чтобы обучать обуздать их и как говорится не обузданную лошадь сделать покорной вот и еще называли это июньская полнолуния полнолунию влюбленных почему потому что мне так кажется это больше идет с европейской части славянского славянских народов потому что очень часто наверное ну попадала или в какой-то период когда назвали попала на летнее солнцестояние а там как раз хороводы может быть на период вот перехода ивана купала там же дата на смещение смещались вот и парой заводили глазки друг друга смотрели любовные истории творили хороводы поэтому может быть и любовно но вопрос не в названии вопрос в той энергии которые она дает каждый год можно было бы сделать одинаковую работу связанную с полнолунием и новолунием но конечно же можно было бы сделать и так легко вы прекрасно понимаете что мы движемся мы движемся по спирали мы меняемся у нас меняется информация у нас меняется отношение мы взрослеем мы мудреем с опыт приходит с годами мудрость приходит с годами иногда годы приходят одни без опыта и без мудрости вот и и энергии меняется энергии взаимодействия планет конфигурации которые они нам излучают в дзинь-дзинь-дзинь на электромагнитном фоне они меняются каждый раз это всегда бывает по-разному вот сейчас полнолуния которая у нас будет в стрельце в этой позиции плане с этим сатурном который в ретроградный я же моды на ретроградный сатурн сатурном с такой позиции нептуна вот вот она особенно и каждое полнолуние она дает особую свою собственную энергию для каждого полнолуния существуют особые правила правило в большинстве случаев нужны тем людям которые чего-то боятся тем людям которые зависят от можно или нельзя и поэтому для того чтобы обезопасить ситуацию и выдаются определенные правила на те серии неуверен не обнимай о смысле не обгоняй вот потому что если человек психоэмоционально неустойчив то в момент полнолуния полнолуния полная луна это накопленная луна она эти две недели росла накапливала опыт знания мудрость и энергию разные какие-то состояния си синтезировал в себе и вот с полнолуния знать как взрывная волна если человек психоэмоционально не готов неустойчив либо у него какие-то другие были психоэмоциональные тараканы он стал поругался на работе с женой с любовником с мужем неважно в семейные какие-то процессы вот в его это полы любое полнолуния очень очень опасно таким людям на раздрай до выходить и выяснять отношения потому что если у них нет устойчивой какой-то внутренней позиции они обязательно знаете как это называется в шарик лопнут и все остается только резиночка от шарик нечем наполняться шарик уже не золотая уже нужно заново начинать накапливаться и это потери колоссальная потери энергии поэтому выгоднее обезопасить вас и всем вам все астрологи говорят о том что лучше медитируйте лучше идите в спа салоны ни с кем здесь не встречаетесь не ругаетесь важные документы договоры не подписываете почему еще это говорят потому что в момент полнолуния если даже вас нет и психоэмоционального раздрая у вас может быть ощущение наполненности как луны вы готовы внутри чувствуете что готовы горы свернуть что-то морды набить все поставить по справедливости все решить вот вас прет да это действительно такая энергия в полнолунию бывают и если вы на этом адреналине на вот на этой это как там серотонине на этой энергии сделаете какой-то договор подпишите или что-то примите какое-то решение ну то вы должны понимать это ваша киковая точка максимальная точка того что вы можете сделать если вы дали себе задачу чуть больше чем вы можете сделать или успеть то для вас это может быть катастрофично потому что потом когда пойдет все в рациональный на спад вот это знаете действие обезболивающего средства исчезает и потом начинается ай болит наркоз отошел анестезия отошла и возникает состояние опять же перегрузки и тогда начинаете гнобить сами себя когда вы начинаете нахера я это сделал на зачем я это сделала почему именно так у вас начинается уничтожение себя а как следствие это еще больше разрыв и выброс энергии до хорошего мы не дойдем и будет такое истощение что это будет ошибкой провалом ненужным кредитом ненужной истории как и как лишняя покупка лишняя ответственность и начинается огнобление не только себя но уже всех обстоятельств когда надо из себя материть начинаем материть весь мир и всех других людей в итоге есть такое выражение я его услышала у ребят на храме в жир вот и получается что не вашим не нашим и и удовольствия никакого нет поэтому опять же рекомендации ничего не подписывать ничего не делать серьезного дабы дабы не попасть в эту ситуацию для тех кто не уверен для тех кто не готов для тех кто делает спонтанные какие-то решения принимает их эмоционально поэтому выгоднее сказать опять же не делать не ходить не смотреть отдыхать релаксировать и все остальное но ходуевая же она же не до астролог поэтому мы с вами будем делать перевёртыши сяду для перевёртыша удобнее а теперь смотрим как правильно как правильно в этой ситуации нам поступить если энергия идет она идет она она вас не спрашивает она есть и это у нее происходит постоянно с разными добавками ингредиентами кому сливку кому клубничку добавить да вот энергия идет и и нужно правильно максимально использовать поэтому рекомендую заранее понимать что когда мы с вами проводим новолунию мы готовим сосуд мы готовим чашу и в эту чашу по нашему запросу идет энергия мы в любую энергию который получаем она наша она для нам и мы должны понимать что эта энергия не просто для того чтобы накапливать и расширяться в закромах у нас мы не можем газ нефти в закромах земли там хранить для того чтобы говорить это наше на черный день черный день у нас каждый день наступает вот каждый надо жить вот и мы накапливаем для того чтобы реализовывать для от какого-то шага нам нужно больше энергии мы ждем приблизительно к полнолунию ответственно выстроено что-то так знаете заявить и сделать для каких-то других событий но достаточно ежедневных каких-то таких кардинарных вещей и те кто готовил проект те кто очень долго над чем-то думал кто-то что-то за затеял полнолуние классное время для того чтобы заявить о себе сделать этот шаг вы все подготовили вы натренировались это ваше время пойти выступить и заявить это нужный период времени и несмотря на то что сатурн вратрога ради нептун немножко дает такое состояние иллюзорности вот одна просьба если вы выстроены если вы контролируете свои эмоции если вы внутри себя как говно в проруби не к не качаетесь да а четко понимаете мне надо сделать этот шаг это мое решение я готовил я смогу начинаете делайте именно в полнолунии делайте вот в этот период времени два дня до два дня после на реализацию потому что это время знаете как это тренироваться и бояться выйти выйти на помост там боятся выйти на татами боятся для нахера тренировались для чего аффирмации медитации делали если вы в тот период время когда нужно сделать этот шаг начинайте назад бежать ну нельзя но уж 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 надо сделать опять же это для тех кому нужно изменение в жизни поэтому а это полнолуния очень важно сразу скажу для для тех кто говорит а вот когда у нас идет убывающая луна силы иссякают еще ничего не делать но когда вы делаете вдох наполняетесь да у вас там все процессы происходят не делайте выдох делается выдох и выдохе есть тоже глубинный смысл организма он в этот момент времени закисляет защелачивается углекислый газ нам необходим для того чтобы происходили обменные процессии вдох и выдох вот то же самое и здесь накопление выплеск до решения и потом реализация постепенно того что вы уже сделали поэтому каждый лунный день он имеет особое свое собственное значение для людей подверженных влиянию общественного мнения подверженных каких-то стрессов но которые прожили стрессовую ситуацию просто нужно внимательно выйти знать на что вы можете поддастся в этой истории если же вы готовили сделали шли выстраивали вы же понимаете что вы учились не да просто так да то вы делаете все свои действия согласно вашего плана который вы себе каким-то образом вы вы это выстроили при этом все рекомендации астрологов от самое главное не до астролога не до астролога услышите правильно это уже предпринять именно в своей собственной жизни вот что же нам дает полнолуния в стрельце все вы прекрасно знаете энергия знака зодиака стрельца это с одной стороны это любовь к свободе это любовь к тому чтобы знать как быстро сделать ответственное дело а потом пойти в свое собственное путешествие и чаще путешествие физическое сопровождается путешествием по глубину себя вот в эту внутреннюю духовность философию и вот тебя вот на этой свободе прет ну в воздух понимаете со всех сторон несмотря на то что это огненный знак но тем не менее хочется простора для души для всего остального я заметил такую закономерность женщина рожденная под знаком с зодиака стрелец достаточно часто бывают не вне брак очень сложно эти партнера для постоянных отношений особенно если брать так сразу о замуж вышла все да вот то либо это приведет к разводу либо постоянным перманентному состоянию разрыва и я говорю для стандартных типичных знаков стрельцов это мои наблюдения сугубо лично минимум обязательно бывает развод но если отношения свободны они в первую очередь нужно женщине женщине не мужчине не узаканивать отношения и они так идеально складываются вот опять же мои наблюдения что касается мужчин скоро это стрельцов они могут быть очень хорошие семенины они очень могут быть в семье все по правильному по закону по глубине да но однозначно будет экстремальное хобби однозначно либо сплав на лодках либо уезжают за границу по это альпинизмом занимаются либо еще какие-то культ походы турпоходы или какие-то костры что-то обязательно нужно такое что им дает вот эту свободу для себя где они духовно и красиво развиваются какая тема тема у нас полнолуние и все что с этим связано завтрашние вот вот такой у нас стрелец он а и развивающиеся в глубину внутри себя там такой склад у нас классно и еще желающий вот это неимоверной формы свободы так вот луна когда у нас находится полная тем более в стрельце то она вот у нас вот так вот может бурю эмоции бурю состояние деятельности все прет не по-детски состояние я все могу мне все горы по плечу и я готова это сделать если сейчас гонки на автомобилях да счастье тапку так надавлю что хрен меня догонит самое интересное если это луна она светит для всех если она в стрельце она светит для всех так вот все будут считать шоу в тапку и все выигрывают не столкнитесь интересами на узеньких дорожечках может быть столкновение а потом будете бурно обсуждать кто прав кто виноват страховые компании будут наблюдать за этим процессом и обязательно найдут отмазку ну понятно более-менее вот поэтому энергии будет очень много у каждого знака зодиака она проиграется у каждого по-своему сразу хочу сказать о с учетом того что наполненность это все увеличивается да и эмоции и мозги и и хочется что-то не просто говорить знаете то что вот с учетом всех этих наполненность захочется действовать делать самое ближайшее что мы можем делать это взять кулаком по столу стопну там взять там хлопнуть дверь и уйти это проще делать но мы же не для этого живем и растем да это полнолуние его назвал полнолунием активного движения и действий направлении реализации собственной души поэтому больше действовать захочется а когда нам говорят о астрологи и специалисты не делайте релаксируйте то представляете у вас вот здесь будут рвать а вы заставляете себя медитировать это тоже самое хотеть писать но не пойти в туалет да памперс тогда наденьте вот поэтому заранее продумайте действия которые вы можете сделать в конце я дам определенную медитажку которые вы будете делать все кто со мной в проекте у нас все хорошо я там все как работа от мастера будет сделано но я еще вам дам определенными детажку которые вы можете сделать и физически почувствовать ее и и в медитативном состоянии находиться и так дальше то есть у нас главная а главный момент у нас так как эмоции сейчас немножко там нептун как я говорила который отвечает либо за духовность, либо за опьяненность дурька в голове. С ним надо немножко поаккуратнее. Выпилили? Точно, не доказывайте. Ты мне друг, ты мне не друг. Вот прям вот ни разу. Потому что еще Сатурн сзад идет, и точно можно договориться до 10 дней. Вы будете убывающую Луну встречать в изоляции. Не надо на 15 суток никуда садиться. В алкоголе не принимать решения. В эмоциях, когда вас прет, и все говняки, все плохие, а вас еще и накрыла обиды, не надо выяснять отношения. Ну так вот оно сложилось. Это же из глубины будет идти. У нас же стрелец все-таки. И будут из глубины вытаскивать такие старые обиды, что вам просто там мужу сказали, принеси чемодан. Он вам скажет, а тебе когда надо? Я могу в субботу их поднять наверх, да? А вас перекрыло. Блин, я тебя попросила сейчас мне это принести. А он такой уточняющий вопрос. Сейчас или потом можно? А вас перекрыло. Какой потом? На хрена я тебе в субботу, воскресенье сказала, чтобы ты принес? Если сейчас, то сейчас. И вот и начинается недомолвка, недопонимание. Вот из-за этой херотини вы можете ему вспомнить все. И что он не так поставил чайник на газовую плиту. И то, что свет не выключил в ванной, что зубную щетку не выдавил. И что вообще ты просила ему на 8 марта не мимозу тебе от тюльпана принести. А он сказал, иди, какая разница у мимозы это 8 марта. То есть все вспомнится. Поэтому, когда вы понимаете, что такое напряжение, лучше так сразу. Знаете, как я говорю, выдох, выдох, пошли в ванну, ручки помыли, так, водичка, водичка, умой не только мою личку, но еще и успокоим эмоционально. Не ругайтесь. Это не для этого дана энергия на полнолуние. А на полнолуние действия согласно плану вашей души. А у вашей души такие мелочи, как разбор, где у кого чемоданы, и кто кому-то что-то неправильно сделал зубной пастой, не нужны. Оно вам нужно и действовать, идти в свое направление. Итак, перейдут все знаки зодиака, каждого по-своему. Но, насколько я понимаю, каждого из вас интересуете только вы. И поэтому я сейчас попробую. Я сделала себе здесь легкие такие набросочки по знакам зодиака, как оно будет распределяться. Но перед этим, перед этим, чтобы я сразу завершила после всех знаков зодиака, я вам дам маленькую такую своеобразную медиташку. Эта медиташка, она очень важная. И я ее потом вырежу, и будет только в закрытой группе. Вот. Смотрите. Когда вам говорят подготовиться, это медитировать, визуализировать, писать желания, что-то делать, вы должны абсолютно четко понимать, как реагирует ваша душа и ваш мозг. Для одного человека, если он напишет все, и прочитает, и визуализует, ну, то просто вот будет все понятно, и у него это будет работать, у другого будет не работать. Другому нужно встать там к зеркалу, или просто взять, встать на колени и заорать. Я красивая, я умею, у меня все получается, да, аффирмации такие делать. Он может воспринимать это только через то, что он проговорил, проуслышал сам себя. Другое, то, что он написал. Третье, что только увидела картинку где-то ее. Каждый из нас индивидуальный, каждый из нас разный. Но вы должны понимать. Еще один такой момент. Когда вам говорят, напишите на листе, что у меня есть большой дом на берегу моря, в нем очень большое пространство, я себя чувствую там по кайфу, у меня приезжают друзья, у меня все хорошо. Вот, как будто бы это уже сбывшееся желание. Я не раз вам говорила о том, что мозг, мозг, вот, кстати, это нейролингвисты, они говорят о том, что вы только написали, и это мозг принимает как действие, уже сделанное. Так вот, мозг, он воспринимает форму того, что это уже у вас есть. Это круто. Вы начинаете себя чувствовать, что это у вас есть. Это, опять же, круто, расширяет возможности. Но участие людей не будет это получаться. Почему? Потому что, как только мозг получил команду, что это у него есть, знаете, мы вас из списка вычеркиваем. Он не понимает потом команды двигаться к этому направлению, потому что он знает, что это есть, нахрена ли такое изобилие, второй дом около моря там и со всеми кайфушками. Поэтому часть людей и недополучает исполнение своих собственных желаний. А эти желания, вот, визуализация, вот эти все запросы, они охрененно срабатывают именно в полнолунии. Именно в этот период времени можно уже, как бы так, наполненность потом реализовывать. Слово реализация, а особенно в это полнолуния стрельца, действие очень важно. Поэтому, если вы наполнились, если вы что-то там себе загадали, нужно сразу же, начиная там после полнолуния, ну, суточки, дайте отойти, начинать действовать в этом направлении. Итак, одна из таких медитажных подсказок. Первое. Что делать? Завтра у нас полная концентрация полнолуния, опять же, по словам астрологов, где-то в 14.53-54 наступает. Работать ровно в это время, уже поздняк метаться, потому что основная ситуация заключается в подготовке и выходе. А это просто кульминация, это наши минуты тишины, в которой я работаю с вами. Поэтому, что вы делаете? Заранее, немножко заранее, подготавливайте себя и все свои тела. Кому? Свеча. Кто? Свеча. Вот что помогает? Свеча, благовоние и мантры. Мантру можете спокойно взять у меня на сайте. Вот здесь мантра Луны работает без... Она первая, кстати, где-то идет после Ом. Ом, потом мантра Луны. Она работает универсально. Как на новолунии полнолуния, но у нее матрица хорошего, такого энергопотенциала действует. Вот. Включайте мантру, подготавливайте себя, можете раскачать. Разомните обязательно тело. Разомните. Кто? Раскрутите. Что угодно, сделайте с собой. Но почувствуйте себя, почувствуйте себя, что вы живете, живая, живой. Вот она есть, существует, вот есть здесь. Когда почувствовали, вошли вот в это состояние трансности, в удобном положении. Желательно, чтобы это все-таки было не лежа, заснете. Вот. А было выстроено в стержни. После этого, когда вы находитесь в этом состоянии, побудьте и подумайте о том, что какие вам необходимо сделать важные шаги, которые вы боитесь сделать. Или вам это нужно решить, этот конфликт или вопрос. Здесь будет легко тем, у кого очень хорошо работает визуализация. Есть часть людей, которые не могут, закрыв глаза, видеть картинки. И поэтому, опять же, у этой части людей это не получается. Делаем, делайте следующее. У кого получается визуализировать? У тех, у кого не получается, все, с этого момента будет получаться. Вот. Что вы делаете? Вы берем любую ситуацию. У вас должно быть, например, подписание контракта на работе. Либо вам нужно решить какой-то вопрос. А вы очень переживаете о том, что можете те же экзамены не сдать. Неважно, любое событие. Где-то у вас есть. Вы хотите открыть бизнес. Неважно, что бы вы ни делали, у вас есть какое-то препятствие внутреннее. Оно только у вас здесь или в вашей голове в большей степени. Вы, давайте, пример возьмем, вам нужно у начальника выбить повышение себе зарплаты. Вы уже давно созрели, а он никак. Вот берем. Вы входите в состояние, сами себя ощущаете, чувствуете. После этого увидите дорогу. Вот это дорога. Это не дорога в лесу. Нам нефиг за грибами ходить. Это дорога вашей жизни. Вот. После этого вы знаете, как выглядит ваше здание. Где вы работаете. Место вашей работы. Вы просто виртуально проходите действие ножками. Идете на свою работу. Заходите в нее. Наблюдаете, смотрите, что кто там находится. Как они. Они вас не видят, но вы их видите. Большая просьба. Улыбайтесь в этот момент времени. Потом идете в сторону своего рабочего места. Посмотрели его. Вы точно увидите. Ой, блин, ложку не убрала. Ой, там где-то ручка валяется. Потом разберетесь, но заметили. Заметили, что надо потом делать. После этого проводите себя в кабинет. Кабинет вашего начальника. И вот перед этой дверью вы стоите. Выровняли спинку. Вдох. Задержали дыхание. Улыбнулись. Выдохнули. Открыли глаза. Открываете дверь. Здороваетесь. И улыбаетесь. От вас идет вот этот свет. Уйдет вот эта энергия. И она постепенно заполняет все это пространство. Весь этот кабинет. И, конечно же, обволакивает вашего руководителя. Мы здесь не делаем никаких манипуляций. Мы не имеем права управлять другим человеком. Даже в тонком пространстве. Все остальное называется насилие. Вот. Но вы излучаете этот свет. И ваша задача не манипулировать им в ваших видениях. А создали это пространство. Постарайтесь увидеть, увидеть улыбку этого человека. Как он встает. Как он с вами здоровается. Спрашивает. Как у вас дела. Вы улыбаясь говорите. Как я вас учу. По нарастающей. А я думаю, после этой встречи будет еще лучше. Вот. И тут же начинайте разговаривать. И говорите. Вы знаете, я пришла к вам с тем, чтобы сказать. Я готов. Я готова принять повышение зарплаты. С любовью и благодарностью принимаю. И улыбнитесь. Посмотрите на его реакцию. Не в вашем клише, как вы. А он, говнюк, он опять откажет. Он куда-то. Не. Это новый, совершенно человек. Вы увидели его новую грань. По-своему. И его реакцию. Если вы увидели улыбку. Для себя, для своего мозга. Все. Для вас этого достаточно. Если вы увидели глаза в пол. Его смятение. Посмотрите на него с другой стороны. Скажите там. Петр Магомедович. Петр Магомедович. Вы же согласны с этим? Только ваш мозг скажет мне согласие. Если вы достойны, все будет хорошо. То есть, ваша задача в этой истории. Если вы даже ничего не говорите, не делайте. Зайдите, улыбнитесь, поздоровайтесь. Может быть, обнимитесь с начальником. Со своим. Виртуально. Реально не надо потом обниматься. Чтобы потом не обвинили нас в этом. В домохательствах. Вот. Проведите. Вот так. Просто сядьте чай попейте. Посмотрите друг на друга. Спокойно выходите. Счастливо. И идете к себе. И возвращаетесь. То есть, это для решения вопроса. Вы виртуально. Используя вот энергию, которая вам дается на полнолуние. В стрельце. Правильно действуете. Энергии много. Прет не по-детски. И вы это просто правильно в действиях прорабатываете и используете. Если у вас нет никаких таких необходимостей, то просто побудьте в этом состоянии. Примите адаптивную эту энергию. Больше внимания уделите своим детям. Может, поучаствуйте в их процессах. Детях, родителях. Им тоже это бывает необходимо. Не конфликтовать. Не ругаться. Потому что переть будет всех. Это будет конфликт на конфликте. Вот. Понятно? Понятно. Теперь я вам быстренько-быстренько по знаком зодиака. Как и обещала. Расскажу. Сделаю. Да, и еще все, кто участвует в полнолунии со мной, ваши все имена мне передают уже списками постепенно. Минуты тишины у нас будет немножко больше в этот раз. То есть, она не будет ровно 14, 53, 54. Я захвачу минуту до, минуту после, и получается трехминутка. В этот момент времени просто, если есть возможность, не надо заняться на немецкие крест рвать, вот, если есть возможность, просто побудьте вот в этой тишине, посидите, понаслаждайтесь. Наушники включите мантрочку на три минуты хотя бы, посидите. Не мешайте пространству напитывать вас благами. Вот. Понятно? Хорошо. Теперь дальше. Хорошо. Хорошо.